Я приехал в Верхумна слиться в Мину, где посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, перед которым не было стены. В это время совершал с людьми молитву, и я прошел перед частью ряда молившихся. Хадис под номером 491. И Абдуллах ибн Умар рассказывал, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приезжал в Мекку, он останавливался на ночь, также в Зу-Тува, совершая утреннюю молитву на Большом холме, но не на том месте, где впоследствии была построена мечеть. Хадис под номером 492. И Абдуллах ибн Умар рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился, обращаясь лицом в сторону двух горных проходов. И перед началом молитвы он становился так, что то место на краю холма, на котором впоследствии была построена мечеть, оставалось слева от него. Место молитвы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, находилось ниже этой мечети, на Черном холме. А для того, чтобы добраться до него, нужно подняться на холм, примерно на высоту десяти локтей, а потом приступать к молитве, обратившись лицом в сторону двух горных проходов, относящихся к той горе, что находится между тобой и Каабой. Глава. Преграда. Сутра. Для имама служит преградой, и для тех, кто находится позади него. Хадис под номером 493. Сообщается, что Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал, Хадис под номером 494. Передается слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выходил на молитву в день праздника, он приказывал втыкать перед ним в землю короткое копье, после чего совершал молитву, обративши в сторону этого копья, а люди молились позади него. То же самое он делал, находясь в пути, а потом этот обычай переняли и другие правители. Хадис под номером 495. Глава с острым наконечником, за который во время молитвы ходили женщины и ослы. Глава. О том, какое расстояние должно оставаться между молящимся и преградой. Хадис под номером 496. Сообщается, что Сахаль, да будет доволен им Аллах, сказал, «Между тем местом, на котором во время молитвы находился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и стеной оставалось расстояние, достаточное для того, чтобы там могла пройти овца». Хадис под номером 497. Сообщается, что Саляма ибн Аква сказал, «Стена мечети возле Мимбара была на таком расстоянии, что там могла пройти овца». Глава. Совершение молитвы с использованием в качестве преграды копья. Хадис под номером 498. Передают состов Абдулла ибн Умара о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, нередко втыкал в землю копье, в сторону которого обращался во время молитвы. Глава. Совершение молитвы с использованием в качестве преграды палки с острым наконечником. Хадис под номером 499. Сообщается, что Аун ибн Джухайфа сказал, «Однажды в полдень посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к нам, и ему принесли воды для омовения, с которой он совершил омовение. Затем он совершил с нами полуденную и послеполуденную молитвы, и перед ним была воткнута в землю палка с заостренным концом, а женщины и собаки свободно проходили перед ней». Хадис под номером 500. Сообщается, что Ата ибн Абу-Маймона сказал, «Я слышал, как Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал, «Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выходил по нужде. Мы вместе с одним юношей следовали за ним с посохом, тростью или палкой с острым наконечником и с сосудом с водой для омовения. А после того, как он удовлетворял нужду, мы подавали ему этот сосуд». Продолжение следует...